30 лет назад завершилась самая длительная война в истории Советского Союза. 40-я армия вышла из Афганистана с развернутыми знаменами. Закаленные в боях отряды ввел генерал-лейтенант Борис Громов. Однако тысячи воинов-интернационалистов так и не вернулись домой. Среди них было 12 анапчан. Всегда наши предки были героически преданы нашему государству и последующего поколения. И поэтому сегодня я хотел бы, думаю, от имени всех афганцев и ветеранов поблагодарить руководство города, депутатское город, за то, что оказывает помощь в проведении подобных мероприятий. Пока мы будем это передавать, у нас все больше и больше людей приходит. Сейчас в Анапе действует два объединения ветеранов Афганистана, в которые входят более 140 человек. Это боевое братство и инвалиды войны. В совместности для радиокомпании «Анапа-регион» был организован флешмоб перед началом. Мы не могли им отказать и всячески постарались сделать так, чтобы это получилось максимально естественно и душевно. Хотя их сердца и так пели, потому что это для них очень серьезный праздник. 30 лет вывода войск из Афганистана – это, безусловно, памятная, для кого-то праздничная и во многом, конечно, печальная дата. Поэтому мы постарались сделать все возможное и помочь, чем можем, отдать максимально даже свое сердце, свою душу в это вложить, чтобы поддержать ветеранов-афганцев в этой инициативе. Более двух сотен анапчан – школьники, студенты, казаки, а также сами ветераны – исполнили одну из известнейших афганских песен «Салам Бача», которая стала негласным гимном. К памятнику воину афганцу возложили венки и цветы от администрации общественных организаций Анапы. Погибших анапских героев почтили минутой молчания. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалеев, Анапа. Регион.